Начертите одним рощерком, не обводя линию дважды. Итак, пишем себе одним рощерком. Это следующая задача на стипологию. Пожалуй, все узнаем. Конверт! Да, конверт у себя. У себя в тетради. Дорисовать надо? Да, не отрывая руки, есть и задача тоже связана с стипологией. Не отрывая руки нарисовать. Да, и не обводя, но линию дважды. Замечательно. Рисуем, все, кто знают. А вот эти вот, где он нужны? Я на десятку. Я только второе смогу. Я смог второе. И так, вот такие фигурки. Не надо, надо. Где у тебя в тетрадочке? Где у тебя в тетрадочке? Можете отдать одну? Да. Я тоже вторая была. Все молодцы, тебя не правы, нет? Да. А зачем справилась? Ну, значит, ты не с той точки. Итак, безусловно, вот в этих фигурах можно, значит, и Александр Васильевич Кива, у него есть подобные задачки, есть Игорь Фёдорович Шариген, и, безусловно, очень полезный, это Игнатиев, царство Смекалки. Пожалуйста, Домик, пожалуйста, ты точку А поставь, с какой ты начнёшь. Разбираем, Домик. Вот точка А. Так. Нет, вот это только не главное, ребят, вот это не надо делать. Никогда поверх чертежа буквы не пишутся. Ты вышла из этой точки, рядом, рядом. Итак, следите внимательно. Да. Так. Да. Да. Так, вот для того, чтобы спору не было, вот здесь чуть-чуть отойдём, обычно задачи на прохождение делают следующую повороту. Взяла нашу точку А. Увидели? Там, где мы будем делать повороты, мы чуть-чуть не дойдём до нашей точки. А именно, она сначала сделала так. Основание, да, туда. Одну стенку домика, крышу домика. Я перешла, я перешла чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть не довели, да, вниз повела. А вот теперь, смотрите, чтобы у вас не слилось, она чуть-чуть не дошла. Тогда туда чуть-чуть не довели, вы видели, повернули, чуть-чуть не довели. И здесь чуть-чуть не довели. То есть это неправильно или это правильно? Это правильно она сделала. Я специально вот здесь чуть-чуть не довела, чтобы эти точки не слились у меня. Чтобы не было ощущения, что там линия. Вы видели? Присаживайся. Теперь у меня два вопроса. А почему я говорю, что нельзя обводить одну линию дважды, но в этой точке мы действительно побывали. Раз, когда проходили от точки, и два, когда делали поворот. Почему это можно? Да. Вы не сказали, что у меня в одной точке. В одной точке. Точка у нас считается абстрактное понятие. То есть безразмерно. А все, что у нас мы видим, это на самом деле зависит только от толщины мела и того, что пишет. Хорошо. Итак, с первой задачкой понятно? Да. Понятно. Пожалуйста, вот за вами сидим. Ну сейчас вот девочка идет. Сейчас все будут. Итак, Плакова, можешь ли ты нарисовать так же слона? Не по рисунку, а я. Можно я слона? Можно я? Потому что я хотела слоника. Можешь рядом нарисовать? Можно слона? А куда можно начинать? Можно слона? Откуда? Ну пожалуйста, рисуй слона. Можно у нас постаточной? Итак, точку покажешь сначала, а отметь. Все на своих рисунках отметили точку, где начало. Итак, она взяла за начало, это там, где крепится ухо у слона. Младочек, сядьте, пожалуйста, что вы стоите. На дак, правда, нет. У нее не получится, у нее хвост. Да, у нее хвост не получится. Надо было с хвоста начинать. Можно я? А, у нее получился так, все, она увидела, да, уже? Можно я? Можно я, пожалуйста. А к хвостикам некуда идти? Ну что, присаживайся. Можно я, пожалуйста, поднимите? Да, сейчас я не хочу. Девочки, сейчас я всех вижу, всех хотят, конечно, такая. Так, хвостик. Единственное, это мне кажется, или он у тебя двойной? Нет, ну, один хвостик. Итак, хвостик начали, да. А, с такой здоровой ум. Да, вот надо первоклассникам давать вместо группы сей. Это однополагические опыты, и все будет хорошо. Да, 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 да. Это мама. Молодец, молодец. Итак, главное вот, молодец, сумел, не побоялся. Ну, пожалуйста, следующее. Значит, вот такие вам полумесяца. Полумесяц. Можно я тоже полумесяц? Я, 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 я. Итак, полумесяц, полумесяц. Сейчас мы все разберем. Где будешь начинать? Так. Нет, Борис, а можно вы тут? Присаживайся. Мне пока еще этот не сделали. Давай, на второе надо помести, Сережа. Можно подсказывать? Можно? Тихо, тихо, тихо. Если не подсказывать, для чего нужны друзья, да? На второе, да. На второе сейчас начинаем. На второе, да. Паша, я, Паша. На второе, да. Паша, он, 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 он. Мы верим, что он справится. И вот тот заканчет. И вот, и тот заканчет. Так, ну, своеобразные. Присаживайся, пожалуйста. Своеобразные получились, я бы сказала, два бумеранга. Да? В историю этого идет как два бумеранга. Тем не менее. Итак, начал в точке А. И она же забудется на? Пятый? Нас забудется на четвертый номер. Я, я, я. Ну, пожалуйста, вот самый дальнейший. Так, у нас дальние ряды туши должны быть обслужены. А можно я на первой? Пожалуйста. Итак, тоже не открывай руки. В какой точке нашел? Я, 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 я. Я, 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 я. Сядьте, молодой человек, и займитесь делом. Я, 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 я. Руку тянуть, это не самое главное. Так, сзади есть точка. И главное, не бойтесь рисовать на всю доску. Размаркивайся, сколько надо, столько бери. Вся доска твоя. Ставь на доску. Давай, 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 давай. Итак, насколько я понимаю, маленький квадратик ты начальник рисовала, да? Так, есть. Промеряйте, смотрите, маленький квадратик рисовала. Дальше пошла. Вниз. И нарисовала второй маленький квадратик. Так. Малочка. Так. Ну что ж, можно уже... Пожалуйста, малочек, покажите. Вот здесь, ребят, вот здесь. На готовом нельзя. Нет, мы уже несколько раз оборвали руку. У нас я не отрываю руки. Как? Уже неправильно начали. Нет, два раза нельзя. Пожалуйста, я пошла. Знаете, вот от того, что вы целую руку продержали. Вы знали условие. Нельзя вроводить и не удваиваться. Последняя бабушка. Три, два, десять. Присаживайся, присаживайся. Можно я... Так. Попался. 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 Да. Тебе некуда. Так. Так. Итак, не ссыкно сдаться. Да, пожалуйста. Можно я, это? Сейчас. Так. Это просто. Какой? Я же не выселил. Так. О, как красиво. Так. Так. Вот после этого рассказываю. Гарнер рассказывал, что поставили акцию. Напечатали в газете. Я с ней коммерческой. 500 долларов поставили. Семь. В середину надо расшавать. В центре, в треугольничке. Присаживайтесь. Сейчас... Нет, не могу вас распадать базар. Получится, да? Сейчас можно тому, кто может доказать, почему невозможно одним рощерком нарисовать пятую фигуру, еще раз. Мне нужен только один доброволец. Пожалуйста. Который может доказать... Ну, у меня есть подозрения. Ну, давай. Я могу доказать. Так, человек с подозрениями, пожалуйста. А можно подозрения? Потому что если мы начнем чертить квадрат, у нас все равно не получится крестик. Либо мы разрубим, либо мы проведем по линии. Это мы уже поняли, а почему? Ну, потому что... Я желаю на три квадрата, а почему то... Ну, до сих пор не получалось. Можно мне сказать? Да можно... Ты уходи, ты уходи. Ты уходи, ты уходи. Ты уходи, ты уходи. Можно я? Да. Ди-ка. Тут нечетно, что Иванычика увеличится вершин. Это не... Нечетно. Дети. Дуим отрезочек любой. Все уже пишем. Смотрите. Любой. Смотрите, что у нас получается. Сейчас. Мальчики и девочки, все уже. Уже работаем со двой. Итак, на отрезочек было предположение у молодого человека, что надо было начинать не в углу, да, а просто посередине какого-нибудь отрезочка. Это не надо. Смотрим. Кочку оставим. Через точку А можно пройти только один раз. Рисуем стрелочку. Можно писать? Да. Через точку А можно пройти только один раз. Из любой точки, из которой исходят два отрезка, можно пройти только один раз, войдя и выйдя. Можно пройти только один раз. Если у меня есть точки, а здесь вот они, безусловно, есть, из которых исходило три отрезка, точек слишком мало, вот здесь вот смотрим и рисуем, то один раз мы можем войти, один раз выйти, другой раз войти. То есть эта точка не будет проходной. Вот нам сказали, что если была крыша, увидели, то у нас одна точка была проходной. Мы прошли один раз мимо нее, и мы прошли второй раз мимо той же самой точки. Вы видели? Значит, если в нее входит четыре отрезочка, то она будет проходной. Если в нее входит три или один отрезок, то она не будет проходной. Значит, в этих точках надо искать начало или конец. Может быть, если есть? Значит, у нас уже прозвучало слово, что здесь будет два, четыре четное количество адресов, а здесь нечетное, да? Один, три, пять. Все туда же. Теперь смотрим, разбираем нашу первую фигурку. У нее сколько таких вершин? Вот эта проходная четыре, это два, это четыре. Увидели? Это четыре. И у нас только две вершины третьей степени. Увидели? Три отрезочка в нее входят. Называют вершины третьей степени. И их две. В этом случае фигурку можно сделать. Одним рощерком берем, а в висе. Давайте здесь считаем. Раз. Это сколько здесь? Какое число выходящих отрезков? Четыре. Два. Четыре. Раз, два, три, четыре. Да? Четное. Можно. Здесь четное. Здесь два. Четное. Поэтому, где бы мы ни начали, увидели? Мы эту фигуру можем нарисовать. Слоник. Безусловно, смотрите, хвостик имеем один. Да? И здесь три. Значит, либо это начало, это конец, либо это начало, это конец. Так? Других версий здесь не может быть. Если нечетных вершин две, тогда можно нарисовать одним рощерком. Давайте посмотрим здесь. Здесь у нас нечетных вершин. Раз. Два. Пять. Три. Четыре. Четыре. В любом случае больше, чем две. Так? Значит, эту фигуру нарисовать одним рощерком нельзя. Себе пишем. Нельзя. Нечетных вершин больше двух. То есть, если больше двух, нарисовать две. Да. Если больше, чем две нечетные. То нельзя. А шестая? То нельзя. Ну, и шестая. Шестая, посмотрите. Мы можем уже угадать, где будет начало, где будет конец. Дружочка. Надо искать вершины, там, где нечетное число отрезков. Здесь путей выходит четыре. Здесь четыре. Три. Три. Четыре. Четыре. Значит, что получается? В каких точках будет начало конец? Да, пожалуйста. В конце 30. 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 Так. В любой точке. В любой точке. Ну, хорошо. Иди, нарисуй. А. В. 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 Вот тут только можно. Да, но иди нарисуйте. Нарисуйте. Можешь нарисовать, давай попробуем. Вот, на эти доски перекопируем. Так, попробуем. Вы можете обрисовать? Вы себя в степени, можно сделать. Давай. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Им очень любима Вы должны сейчас записать таблицу Вам надо заполнить так, чтобы здесь были слова Суета уже не считается, а ваши все другие Среда может быть, все, молчание каждый у себя заполняет Нет, это должно быть просто Субтитры делал DimaTorzok Елена Борисовна Елена Борисовна А Елена Борисовна, что это уже не считается? Суета уже не считается Суети уже не должно быть, уже все спокойно Нет, именно только то, что отвечает на вопрос То, что в единственном числе Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Семь слов? А можно говорить? Нет Семь слов? Пять Нет, семь нужно слов Семь Семь Иди сюда с тетрадочкой Давай я спешу Ну все, уже у меня нашел доброволец Который утверждает, что он делал На, нет, в обмену тетрадочку Семь Семь Спасибо И так, ну вот, конечно, по написанию слова, которые не различаются Это мы пишем как одно Лиза, так, еще Спасибо Хороший мальчик Ой Ой Села Села Свеча 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 Лиза, смена свеча Семь Сема Ну и осталась последняя Давай, давай, давай Ну это не сапога Ну давай, подумай Слева Семь Это где? Это где? Это реки Это не считай Это лучше? Это сношу Суета 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 нельзя Да, молодой человек? Снега Еще раз Снега Сунега, можно ты найти что? Света А? Света Света Это имя Да Снега Снега Ну спасли тебя Спасли Снега Снега